В Одесской области кризис с поставками медицинского кислорода для ковидных больных. Сегодня ночью даже пришлось экстренно эвакуировать пациентов из отделения Намехновского. Подробности далее. Кареты скорой помощи почти всю ночь эвакуируют больных коронавирусом из отделения ковидной больницы Намехновского. Жизнь 43 пациентов под угрозой из-за того, что в резервуаре закончился медицинский кислород. С учетом того, что кислород нам не привезут и он заканчивается, нам пациентов приходится экстренно эвакуировать на Ядова, Смехновского. Пациенты в основном в средней степени тяжести и тяжелые. Они приезжают с баллонами, плюс у нас есть наши баллоны, которые мы подключаем для транспортировки, перевозим их туда. Кого на аппаратах ИВЛ пересаживаем. Людей перевезли в отделение Центра социально значимых болезней на Ядово. Там для них подготовили резервные места, а на случай аварийного отключения света из-за дополнительной нагрузки установили генератор. Операция по эвакуации прошла удачно. А вот разбор полетов открыл, какая ситуация в области на самом деле. Мы об этом говорим уже несколько дней. Кислород нам доставляют на очень малых количествах. Он быстро заканчивается, потому что расход кислорода увеличивается. Пациенты крайне тяжелые, им требуется большой объем. Уже на протяжении шести недель у нас идут перебои в поставках кислорода туда. И регулярно мы переключались на баллоны, что являлось не очень правильным в тактике ведения пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ и на поточном кислороде. В связи с чем мы информировали департамент здравоохранения еще утром, что у нас кислорода остается до 4 часов дня. И мы начали подготовительную работу, потому что когда нам поставщики уже окончательно сообщили о том, что они не привезут нам кислород, мы начали транспортировку пациентов. А вот в департаменте здравоохранения, который до этого говорил, что все под контролем, решили все же признать наличие проблем. На сегодняшний день на территории Одесского региону такая ситуация происходит почти в каждой лекарне. Там, где есть кислородные станции, потому что кислородная станция – это очень большая поддержка лекарни. На сегодня мы все знаем, что на Украине призуплены два завода, которые тоже производили кислород. Но данная ситуация полностью контролируется, проводится анализ.